Рыба, как ты понимаешь, ради удовольствия. Больше мы катались, удачи. Здорово всем! Вот, ну, относительно недавно снял я видос. Ехал как раз, тоже с работы ехал. Ну, про то, что на самом деле не стоит надеяться на то, что все водители вокруг нормальные, вменяемые люди, а ты один такой глупенький. На самом деле, если вспоминать, как я ездил, когда был учеником, только-только сел за руль, вроде и права есть уже, и на дорогу пустили меня. А по факту, блин, на самом деле, как обезьяна с гранатой. И нужно, исходя из этого, думать о других людях, что реально вот какие-то... Только вот сейчас он буквально вот выйдет у меня, будет опубликован, я вчера загрузил его все-таки. И вот сейчас еду на работу с обеда, тороплюсь. Вот впереди меня Ситроен едет, ну, прямо вот я за ними еду. Три полосы, три полосы. А я, ну, немножко тороплюсь, и, соответственно... Тетенька там сидит в этом, в Ситроене веселенькая. Ну, она, наверное, думала, что я специально за ней еду. Ну, и, соответственно, три полосы, я тороплюсь, Ситроен едет посередине. Правая полоса свободна. Я перестраиваюсь на правой и топаю. Ну, чтобы всех опередить и, как бы, в свободное место впереди занять. А Ситроен без поворотников. Вообще без ничего. Просто начинает вилять вот так вот. И потом только до меня обед. И потом только до меня даже не то, что доходит. Нет. Он раз свильнул в эту сторону, в мою правую. Я не придал этому значения. Ну, думаю, ладно, едет и едет. Я думаю, надо опередить его скорее. Бах, топаю, короче. Что было сил. Ну, ладно, хоть как-то я успел среагировать, потому что он тут, как тут, начинает лезть. Без поворотников. Вообще без каких-то намеков на то, что он перестраивается вправо. Он просто джух. И я понимаю, что сейчас вот мы столкнемся, причем еще на приличной скорости. Я бах по тормозам оттормозился. Она как-то чик, туда ушла и потом обратно. И я только тогда понимаю, что просто-напросто человек вот этот вот, либо неопытный, либо в зеркало не посмотрел. Либо я вообще в слепой зоне у него находился, у нее. Потому что я потом, как бы, она перестроилась уже в крайнюю левую. Я прямо еду. Поравнялись с ней. Я так посмотрел, она так раз голову отвернула. Ну, чтобы взглядом не встретиться. Смотрю, тетенька сидит. Но, блин, я прямо даже вот у меня немножко руки дрожат, потому что, ну, реально, вот, быстро я еще гоню. И он чик, начал сюда уходить. Я прямо был в шоке. Я был уверен, что будет столкновение вот стопудово. Конечно, был бы я не виноват. Конечно. Конечно. Но с другой стороны, я как бы не хочу вот это все перечислять, что и стояли бы, и штраф там, и страховка, и вся фигня. Ну, не штраф. Как бы она была виновата по-любому. Но никому же не хочется, во-первых, полдня проводить в ожидании гаишников. Во-вторых, чинить машину. В-третьих, ну, мало ли что. Ехал я, ну, быстро очень, как бы, ну, не знаю, 80 почти я ехал для города. Кто-то скажет, может, не быстро, может, больше. Потому что я набирал как раз там широкая трехполосная дорога. Я смотрю, вообще, свободная полоса. Я бух, топанул полностью, как... Сейчас, думаю, долечу. Вот, и бах, она стала перестраиваться. В общем, я немножечко подобосрался, что называется. Понял, что надо ехать помедленнее. И всегда, всегда нужно понимать, что вокруг тебя не какие-то асы своего дела. Если вдруг окажется какой-то реально профессионал, водитель с большим стажем, круто, умеющий все, и он здорово вырулит, то это круто. Это всегда плюс. Ну, тут, что называется, с запасом. Как деньги, куда ты едешь, если ты возьмешь впритык, а тебе не хватит, то ты останешься, блин, что ты попадешь в интересную ситуацию. Поэтому лучше взять с запасом. И тоже так же тут лучше все время понимать, что тебя, скорее всего, тут самое худшее. Это вот окажешься какая-нибудь тетенька, которая в зеркала не смотрит, и ты еще у нее в слепой зоне находишься. И еще она без поворотников. Никаких знаков у нее не было. Ученик, не ученик. То есть, вроде как, вроде как опытный водитель. Короче, вот такая вот фигня. Будьте, будьте бдительны. И вот она, потом раз, смотрю. И причем она ехала туда же, куда и я, потому что она все передо мной ехала. Потом раз, ну я оттормозился, она ушла туда налево. Потом я туда перестроился. И вот мы почти вот сейчас, недавно она повернула. И еще как-то на меня поглядела, ну потому что мы снова с ней поравнялись. Она ушла направо на поворот и на меня так смотрела. Наверное, думала, что что-то я какие-то претензии хочу ей высказать. Я про себя думаю, блин, иди. Разъехались, как бы живы целы, остались. И все, все в порядке. Машины не пострадали. Все отлично. Вот такая маленькая история по пути на работу с обеда. Надо быть аккуратнее, надо быть аккуратнее. Надо все время предусматривать и предполагать, что перед тобой едет какой-то ученик, который только вчера вот получил права, что едет, боится, не знает, что куда свернуть. Где не надо, то понет, где не надо, то наоборот затормозит. Без поворотников. Когда ты будешь все время вот так, как бы к этому и ко всему относиться. Грубо говоря, брать ответственность. Брать ответственность за все движение по пути на себя приходится. Хотел тут еще в аптечку заскочить, но... Ну и заскочу. Так и так с работы опаздываю. Ой, не с работы, а на работу. Вот сюда вот. Оп! Притулюсь. Опять сек. Собегу и обратно потом убегу. Ладно. Продолжу потом. Тру-ту-ту. Вечерняя поездочка. С работы домой. Приглашаю вас всех прокатиться вместе со мною. Завтра еду я в командировочку. Шикарно прошел день. Блин, опять загорелся. Значок этого дуплива. Дуплива. Так долго я ездил на... Ну не на полном баке. 25 литров я заправил. Давно уже, недели. В общем, долго я ездил как-то. Может быть ездил, потому что мало. Может еще почему. В командировки. Я думал, мало ли в командировку поеду. Ну как-то поехать в командировку не довелось. И надолго мне хватило. До зарплаты дожил. Вот сегодня как раз у меня была зарплатка. Завтра едем с начальником. С руководителем, с моим командировочку. В этот. Ну и опять все туда же, в Татарстан, в Лениногорск. Непонятно, зачем мы туда едем. Вообще вдвоем. Я, в принципе, если перехожу на другой регион, я бы уже с удовольствием перешел бы на него. Ну вот зачем-то он меня с собой везет. Непонятно. Вообще непонятно. Я ему предлагал, да, я говорю, по отдельности ты типа вот по этим делам поедешь, я по своим. Ну, ладно, фигня. Работа есть работа. Только что опять у нас были управленческие поединки. Так, ну так, интересно. Потрядить о том, о сём. Знаете, чем ещё круто в твоих управленческих поединках? Ты тренируешься и потом, когда в жизни, там, причём жизненные ситуации. К примеру, сегодня там мы рассматривали, как чувак хочет уйти с работы, написал заявление, типа всё достало. Вот. И руководитель должен его оставить. Тоже такая ситуация. Причём мы с обеих сторон бываем постоянно, вот все, да, все из нас, по сути. И мне интересно было посмотреть, как они, ну, мы прямо разобрали вот этот спор. Один был вариант, когда человеку не хватало денег. И тоже, тоже вариант. Блин, ладно, не поеду на зелёный мигающий. Другой был вариант, когда человеку не устраивало работать с родственниками директора, ну, и тому подобные всякие вещи. В общем, прикольно. Чё хотел я? А, хотел я обсудить с вами. Я, может быть, на стриме, конечно. Я всё хочу начать дома стримы вести. Но вечером как-то с семьёй, знаете, не особо ведутся стримы, потому что мелкий засыпает, там надо триндеть. А то мосём. Вот. Это мешает ему спать. Когда семья не спит, тоже неудобно. Ну, потому что, ну, постоянно мешают, отвлекают. Вот. А я настроил у себя там все вот эти моменты. Все эти полоски с донатами, чат настроил. Всю пойду, и надо теперь обкатать, чтобы ещё нормально, без прерываний, без ничего. Стрим у меня был прям такой прекрасный. Вот. Я хотел обсудить ещё вот эту вот стрельбу. Много сейчас таких новостей, которые все обсуждают, по сути, да. Эти драки болельщиков. Короче, какое-то фуфло просто-напросто. Эти драки болельщиков, они, по-моему, даже такого яростного обсуждения даже не стоят, по сути. Потому что, ну, чуваки развлекаются. По сути, это развлечение. Вид спорта, можно сказать так. Вот это вот, да. Когда люди собираются, болеют, дерутся. Я не болею за футбол. Раньше болел. Вот сегодня чувака мы на работе поздравляли. Он прямо такой, прямо знает кучу всяких нюансов про футбол. Там, как того зовут, как сего зовут, как кто, где, откуда такой термин пошёл, откуда сякой. Болеют за Спартак. Кстати, у нас вот в провинции, да, ну и в Петербурге, тем более. Почему тем более? Потому что там Зенит. В общем, в провинции очень мало людей, которые болеют за Спартак. И тем более там за ЦСКА, там за Динамо какой-нибудь. Практически все болеют, ну, основная часть болеет за Зенит. Кого не спросят, что именно в маленьких городках, за кого болеешь? За Зенит. Всё почему? Потому что, ну, я не знаю, почему так. Ну, почему-то вот, ну, потому что Зенит это единственный такой сильный клуб, представляющий не Москву. Да, вот. Чуваки из Москвы, конечно, тут, ну, что, все нормальные чуваки, реально, все везде хорошо живут. Ну, вот, вот такая вот ситуация. Ну, конечно, вот, кого там, какие-нибудь Пермигиза, Амкар болеют, какие-нибудь. Эти, в Казани, за Рубин. Ну, это ясно, да, все за своих. У кого есть команды, а у кого команд нет, у нас в Ижевске есть газовик «Газпром», но он не играет же в высшей лиге. Соответственно, все остальные болеют за Зенит. Потому что Зенит, вот он, бодрая команда, за неё, что называется, не стыдно болеть. И при этом, при всём, не Москва. Вот. Ну, так вот, соответственно, я болеть не болею, смотреть там, как наши играют не хочу. В детстве смотрел, но я уже вам рассказывал на стриме, что в детстве смотрел, мне нравилось, как играют португальцы, мне нравилось, как играют наши. Вот. Но, как вот это, потом как-то стало неинтересно всё это дело. Когда ты два часа смотришь, по сути, ничего такого особенного не происходит. Раньше сам любил играть в футбол, и в хоккей тоже. Ну, в хоккей я играл так, пешком, с шайбой. Не на коньках, на коньках просто катался. Сейчас бы тоже с удовольствием где-нибудь побегал в футбол, потому что потом, после футбола, это, наверное, самый крутой бег. Когда ты просто бегаешь, там у тебя одним образом что-то одно тренируется, другим образом что-то другое тренируется. А в футболе, там, у тебя и на короткие дистанции, и на длинную выносливость нужно длинная. Ну, как бы сказать, то, что ты долгое время должен на ногах бегать постоянно туда-сюда. Короче, футбол вообще крутая игра, именно для здоровья, я считаю. Вот. А то, что чуваки подрались там, там, сям, блин. И это везде галдеть об этом, и как-то вот освещать, чуть ли не главная новость. Такое ощущение, что новостей больше нет. Хрень какая. Ну, дерутся какие-то там весельчаки себе в удовольствии. Пусть дерутся. Как-то вот я к этому так отношусь. Что каждую драку в подворотне сейчас обсуждать, ну, нафиг это нужно. Те, кто этим занимается, ну, парни в какой-то степени держат себя в форме. Ну, это реально, как вид спорта. Дали там поджопников этим англичанам хорошо. Англичане дали нашим спортсменам поджопников. Ну, как бы, похуже чуть-чуть. Ну, в принципе, наши спортсмены были готовы наверняка. На то они спортсмены, но это в кавычках, да? Тут у каждого свои развлекухи. И вот сейчас мы будем обсуждать, что марочники, что вот на собрании любителей марок сегодня были проданы такие-то лоты. А вы знаете, да? А вы знаете, что на собрании там этих марочников еще и поспорили Иван Иванович с Семеном Семеновичем? Что какие все-таки марки лучше? 85-го года или 86-го? Это все, это так. В рамках спортивных новостей вечером. Ну, не вечером, там, после. Хотя, с другой стороны, какие новости считать основными? Для каждого основная новость, то, чем он живет. Если человек там в медицине варится, как бы это его жизнь, какие-то открытия, может, совершает, может, жизни спасает еще что-то. Так про медицину ему будут важные новости. Человек, если чем-то, может быть, приболел, он будет беспокоиться о том, что лекарства подорожали, и скажет, почему это не на первой полосе. Спортсменам про спорт. Ну, вот, то, что в Америке, в гей-клуб, чувак пришел и 50 человек застрелил, это, конечно, тоже такая новость. Причем она, по-моему, более глобальная, чем вот эти вот футбольные, спортивные мероприятия. Потому что спорт все равно развлекуха. А жизни это все равно жизни. И вот такое вот событие, блин, причем в Америке, в стране, на которую многие равняются, страны, страна, которая навязывает много. Я не говорю, что у нас круто, и что у нас такого не... Да у нас может такое быть вполне, что чувак придет в клуб, в любой. Я просто в удивлении, почему не происходит частенько такое направо-налево. И я рад тому, что не происходит. И если это заслуга наших спецслужб, я, как выражаю, называется респектос. Респект и уважуха, как раньше там говорили. Потому что реально бывают такие скопища людей. Ты придешь, и там прямо скопища людей. Вот день города. И просто там... Вроде бы все просто. Но, конечно, надо оружие где-то достать, там еще что-то по этому предполагаемому террористу. Есть куча доводов за то, что... Ну, за ношение огнестрельного оружия. Есть куча доводов против. Я как-то даже видос сделал на эту тему. Но, вот знаете, в этой ситуации... В этой ситуации. Когда... Вроде как в Америке плюс-то в том, что у всех есть право на ношение оружия. И каждый может себя сам защитить. Вопрос, почему в этом клубе ни у кого не было оружия, никто не смог себя защитить. Когда чувак взял и расстрелял 50, и еще 50 ранил. 50 человек. Это он крайне удачно... Ну, что, крайне удачно, это стрёмные слова, не так надо сказать. Ну, в общем... Очень такое нехорошее происшествие. То же, то, что вот они были все... Ну, то, что это был гей-клуб, то, что они, как бы, что называется, были педики, не педики, да? Тоже, с одной стороны, кто-то против, кто-то за. Но, по сути, вот без пропаганды ты кому это мешает? Вроде как и насрать на них. А жизнь человеческая, это все равно человеческая жизнь. У них были матери, отцы, которые, ну, так вот, нормальные люди, да? Вот если вот такими категориями рассуждать, я сейчас не говорю, что кто-то нормальный, кто-то ненормальный, в зависимости от сексуальной ориентации. А вообще вот так вот. Они-то в чем виноваты? В том, что вырастили? Тоже спорный вопрос. Вот, по-моему, сейчас такая очень глобальная новость, на которой о многом можно задуматься. И то, что это именно в Америке произошло, а не где-то там. Ладно, нужно мне тут зайти в магазин. Сейчас выйду. В общем, вот. Что такое? И такое происшествие, когда в стране с самым высоким уровнем экономического развития. Соответственно, ну, должно быть, что вроде как с уровнем... О, спасибо. с высоким уровнем безопасности, с тем состоянием людей, когда они вроде вольны выражать свои... Ну, может быть, не любые. Я там не был и не жил, да. Гораздо большее количество чувств, эмоций там или еще чего-то. А с другой стороны, они вольны, чтобы никого не задеть там или еще как-то не обидеть. И когда там такое происходит, тут... Не знаю, это вот реально какие-то глобальные эти... изменения, наверное, должны произойти в этом мире, чтобы что-то поменялось. чтобы человек цивилизованный все-таки посмотрел на рамки дозволенного. Это же постоянный вопрос. Можно, нельзя. Где заканчивается свобода человека и начинается свобода другого человека. Начинаются какие-то желания, чувства и еще какие-то вещи другого человека. Постоянно ведь в этом возникают споры и на этом играют все вот эти вот закон, который что дышло, куда повернул, туда вышло. Об оскорблении чувств, о призывах каких-то, там еще о чем-то. Я всегда призываю к доброте, к миру, к терпению, пониманию, уважению, ну там и подобным вещам. но при этом при всем я считаю, что всему виной часто страх. Когда ты чего-то боишься, вот многие боятся там каких-нибудь террористов. Даже не то, чтобы террористов. Преступник, он и есть преступник по сути, да? А вот каких-то других людей не похожих на них. Да пофигу в чем не похожих. Многие боятся. И даже не то, чтобы прямо бояться, вот один чувак сказал, что вот я там не люблю, ну таких-то, таких-то не люблю. А я говорю, а почему ты их не любишь? Я не говорил, что я люблю. Заметьте. Мне просто захотелось задать ему этот вопрос. И в итоге оказалось, что он их не понимает и боится. А люди всегда не любят то или тех или того, чего боятся и не понимают. И вы понимаете, главное страх. Если человек уверен в себе, например, когда ты видишь какую-то маленькую собачку, пушистенькую кошечку, там еще что-то, ты уверен в себе, у тебя нет страха. То ты к этой кошке и собаке хорошо относишься, ты не боишься ее, потому что... Ты к ней относишься хорошо, потому что не боишься, нет страха. И ты уже и понимаешь, и можешь взять ее на руки, там и потрогать, и погладить, и все. Но страх-то это... Это же не кошка виновата в страхе. Это ты виноват. Ну, конечно, она может там... Она может царапаться, тигр какой-нибудь, да? Ты можешь... Ты не должен его бояться, ты должен просто понимать, что вот он такой-то, такой-то, у него свои особенности есть. У него есть... У тигра клыки, у тигра есть там еще какие-то вещи. Понесло, конечно, меня непонятно куда. Но если ты понимаешь, что ты, и понимаешь, кто ты есть, и что у тебя там должны быть какие-то средства обороны от тигра, и что ты не пойдешь с ним обниматься, например, где в джунглях, да? Целоваться не полезешь с анакондой. То ты не боясь ее, ты можешь к ней хорошо относиться. У нее свои правила игры, у тебя свои правила игры. Не нарушай. И так же точно ко всему можно относиться. К любым проявлениям людей. Человек там обкололся весь какими-то этими клепками, там еще чем-то. Ты просто можешь побеселиться над ним, проецируя на себя, потому что ты понимаешь, что нафиг это не нужно. Человеку неудобно, человеку стремно. Но если ты его не боишься, то ты сможешь с ним нормально контактировать. Ты сможешь с ним общаться, ты сможешь с ним работать, еще что-то делать. До какого-то... До того момента, покуда он тебе приятен. В каком моменте он тебе неприятен, целоваться ты не хочешь с человеком, потому что мужик с бородой, то ты не будешь его бояться, и будешь хорошо относиться, он может быть твоим другом. Хороший друг дядя Ваня. Вы с ним ездите на рыбалку, пьете пиво, еще что-то. Ты его знаешь, ты его понимаешь, ты его не боишься. Страх виной всему, а страх рождается из неуверенности в себе и от недостатка информации. Я вот сейчас читаю «Тень горы», ну это тот же самый Шантарам, это Шантарам меня научил этому. Ну там про это не говорится, я просто как-то сам понял. Страх. Когда ты не боишься, ну или как сказать, ты можешь опасаться, но у тебя нет безотчетного страха. Ты же не дурачок совсем, ты понимаешь, что 20 каких-то пьяных дебилов, грубо говоря, могут тебя побить просто так, ни за что. Ты должен опасаться. Ты можешь лучше обойти их, либо научиться драться. Но главное не бояться безотчетно. Ну вот опять тонкая грань. Между тем, когда надо бояться и когда не надо. Постоянно вот эта проблема выбора между тем, что дозволено, что не дозволено. Что можно, что нельзя. Носить оружие, не носить оружие. И часто бывает, что ошибки так дорого стоят, что вообще. Ладно, бредятина. Очередная порция бредятина. Давайте всем пока. Завтра командировка. В командировке, наверное, не буду снимать и выкладывать. Но я куплю видеокамеру, экшн-камеру. Кто хочет мне помочь, можете задонатить мне. У меня ссылка на донат в описании. Ссылка на карту Сбера, чтобы комиссию не брали. Всего-навсего 10 косарей мне нужно накопить. Я куплю экшн-камеру, буду таскать ее в кармане и снимать вообще везде. Ладно, давайте всем пока. Всего хорошего. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok